МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сегодняшнем выпуске мы расскажем вам о финальной стадии Кубка Кыргызской Республики по футсалу. В полфинал пробились четыре команды. Мурас Иссыкуль, РМ Ош, Алга Бишкек и Восток Электро Нарин. В первой игре одной и второй финала встретились Восток Электро и РМ. Ашане в красной форме, Наринчане в оранжевых трусах и майках. Главный судья матча Чингис Мустафаев, рефери ФИФА. Второй орбитер Надр Анарбеков, рефери первой категории. И представляем вашему вниманию краткий обзор полуфиналов и финала Кубка страны. Уже на четвертой минуте Ашане получили право на штрафной удар вблизи ворот. И с передачи играющего тренера Данияра Абдраимова ворота Наринчан поражает Сухраб Шарбиддинов. 1-0. Ответ Наринчан с навесной передачи. Партнера в дальний угол бьет Сергак Малубаев. Чуть не точно. Следующий эпизод. Размеренная атака Ашан. За это хозяева площадки чуть не наказали гостей. Только вратарь спасает РМ. Было очень опасно. Зато очередная атака Ашан оказалась результативной. Перехват мяча и Али Бикташ делает передачу на открытого Али Силу. Ожский Габонец поражает пустые ворота. 0-2 на 11-й минуте встречи. 14-я минута игры. В игре Ашани. Пас из глубины на Абдрасул Улу. Он вышел к воротам, но обыграть стража ворот Восток Электро не сумел. Борьба в центре пуля и победителем выходит РМ. В итоге корявый удар Аринова чуть не приводит к голу. Лишь отчаянный прыжок голкипера спасает Восток Электро. 18-я минута игры. Ошибку своего партнера по команде исправляет Али Силу, прервавший перспективную атаку соперника. Отличный пас Габонца и Абдрасул Улу спокойно обыгрывает вратаря Восток Электро. Счет становится разгромным 0-3 в пользу РМ. Концовка встречи атака РМа. Острую передачу соперника перехватывает Конокбеку Улу и отправляет вперед одинокого Байгазы Улу. Лидер Наранчан не с первой попытки, но поражает ворота Ашан. Хозяева площадки размочили счет и получили шанс на аутыгрыш. 1-3. На этом первый тайм подошел к концу. Начало второго тайма буквально ввергло Наранчан в ступор. Обычная перепасовка на своей половине поля и Абдрасул Улу находит передачи Хаджиматова, который, не сближаясь с вратарем, спокойно обыгрывает его и вновь делает счет разгромным. 1-4. Электрики могли сравнять счет всего минуту спустя. Перехват передачи, обыгрыш галкипера и мяч из пустых пород достает защитник РМа Джиглбеков. Но в следующий раз гости за свою очередную ошибку были наказаны. Быстрая контратака и, оказавшись на острие, Маденбеков поражает дальний угол. 2-4. Электрики сокращают отставание. Далее события развивались стремительно и не в пользу РМа. На 24-й минуте встречи Мулубаев сместился в центр и пробил неотразимо для галкипера гостевой команды. 3-4. Затем Тукоев сыграл великолепно. Отпасовал, открылся и поразил дальний угол, оставив неудел Шайлубаева. Вот так, проигрывая с разгромным счетом, нарынская команда сумела выровнять игру. 4-4. Восток Электра стал наседать и сразу мог выйти вперед. Но после удара Мулубаева мяч угодил в штангу ворот гостей. РМ ответил взаимностью. Отличный пас силы и Назаров также попадает в штангу из удобнейшей позиции. А добивание Абдраимова не имело успеха. После этого Восток Электра вышел вперед. Однако гол не был засчитан из-за того, что прямо перед этим были нарушены правила в отношении Хаджиматова. Еще одна помарка гостей стоила им пропущенного мяча. Ошибкой воспользовался Тукоев и обыграл стража ворота РМа. 5-4. Восток Электра впервые в этой игре выходит вперед. До конца встречи оставалось чуть больше 6 минут. Ашане исправить ситуацию пытались, но психологическое преимущество было на стороне Нарынчан. Хозяева площадки играли хладнокровно, хотя и с помарками. У гостевой команды были реальные шансы на взятие ворот. Но ими Ашане воспользоваться не сумели. В транжире очередные моменты. Отчаянные попытки Ашан отыграться привели к плачевному результату. Мулубаев в итоге забил издевательский гол. Хотя такого к себе отношения РМ, конечно же, не заслужил. Итоговый результат 6-4. Проигрывая по ходу встречи со счетом 3-0, Нарынский клуб совершил маленькую сенсацию. Обграл соперника и достойно вышел в финал Кубка Кыргызской Республики по футзалу. Во втором полуфинальном матче встречались Бишкекская Алга и Иссыкульский Мурас. Бишкекчане в белой форме, их соперники в желто-синий. Эту встречу судили арбитры FIFA, братья Букуевы, Нурдин и Нурбек. Отметим, что в рядах Иссыкульцев выступают множество игроков национальной сборной Кыргызстана по футзалу. И она по праву считается одной из сильнейших в нашей стране. Также к Мурасу в этом году присоединился Марат Думанаев. Звезда кыргызского футзала два года назад, завершивший карьеру проб игрока, вновь вернулся в большой спорт и помогает в этом сезоне Иссыкульцам. Первый опасный удар по воротам соперника нанес Руслан Эрмяков. Качкынов с ним справился не без труда. В первом тайме отличную возможность поразить ворота соперника упустил Алгинец Иссабяков, не попавший в спор из расстрельной позиции. Затем почти свершившийся гол Алги предотвратил Мурасовец Ильяс Чудбаев, выбивший мяч с ленточки ворот. Больше в первом тайме опасных моментов мы не увидели. Самое лучшее команды оставили на второй тайм. И уже на старте второго отрезка времени Чудбаев вновь спасает команду от гола, правда, исправляя собственную ошибку. Затем наступил черед вступить в игру голкипера Бешкичан Качкынову. Сначала он отразил выстрел Катырова, а затем справился с опасным ударом Мамбиталиева. Первый гол зрители наконец-то увидели лишь на 26-й минуте встречи. Спаса Дуанаева отличился Эрмяков. Этот момент Качкынов прозевал 1-0. Удвоить преимущество могли Эрмяковы. Спаса Руслана бил Эр Султан, но попасть в ближний угол он не сумел. Угловой. Также хороший шанс имел играющий тренер Мураса Миндибаев. В отчаянной прыжке его удар отбил Качкынов. В следующем эпизоде вратарь Алгий снова сыграл здорово. Голкипер не дал забить Чудбаеву из хорошей позиции. 31-я минута игры. Мурас привез гол. Вернее, Эркин Байтиков. Мяч от ноги капитана Алгии Сабекова влетает в сетку ворот. Байтиков пару ласковых слов выслушал от Зубарева, своего вратаря. 1-1. На 33-й минуте игры Мурас получил право на штрафной удар. Нанес его Руслан Эрмяков. Защитники и вратарь Алгии оказались бессильны. 2-0. Руслан оформляет дубль в полфинале Кубка страны. Номинальные гости ответили опасной атакой, которая завершилась ударом из-за пределов штрафной. Зубарев мяч отбил. Но после этого голкипер Мураса допустил ошибку. Пытаясь организовать быструю контратаку, Виталий выдал четкий пас сопернику. Данибаев моментально наказал стража ворот за это. 2-2 на 36-й минуте встречи. Затем слово взял капитан Мураса Кадыров. Получив пас от Чудбаева, он убрал финтом соперника и пульнул в ближний угол. Вратарь Алгии этот удар отразить никак не мог. Удар Кадырова получился идеальным и красивым. 3-2. Алга пыталась отыграться, но безуспешно. Очередная атака Бешкекча на последней минуте игры была прервана, а Руслан Эрмяков стянул на себя двоих соперников и выдал пас на Кадырова. Капитану оставалось обыграть вышедшего вратаря и поразить пустой угол ворот. Вот так исокольцы победили во второй игре 1-2 и вышли в финал, где их ждала встреча с Нарынским Восток-Электром. Финальный матч Кубка Кыргызстана прошел на следующий день. Главным арбитром встречи стал Нурдин Букуев. Вторым судей был назначен Чингис Мустафаев. Гости — исокольский Мурас в традиционно желто-синей форме, хозяева — Нарынский Восток-Электро в оранжевой. Команды начали игру активно. Первыми счет в игре могли открыть Нарынчане, но в очной дуэли с вратарем Маденбеков проиграл, упустив хороший шанс. Мурас же свой шанс использовал сполна. На вес с угла площадки прекрасным ударом замкнул капитан команды Катыров, распечатавший ворота соперника. 0-1 на третьей минуте финального матча. Но Восток-Электро сразу же ответил. Ошибка Мураса и одинокий Мулубаев обыгрывает вышедшего из ворот Зубарева и сравнивает счет в матче 1-1. Седьмая минута встречи — атака Мураса. Дуанаев в центре открывается и оставляет мяч партнеру. Мамбиталиев мажет из удобной позиции. Далее Нарынский клуб вопреки ходу игры вырвался вперед. Спокойная распасовка и капитан оранжевых Куанычпеков с передачи партнера поражает пустые ворота. 2-1 на десятой минуте матча. Но концовка первого тайма осталась за Мурасом. На помощь команде пришел опыт в лице Марата Дуванаева. Он сам разогнал атаку и, как полагается, ее завершил, загнув хороший пас партнера — Батлан. Затем Дуванаев хитрым ударом с угла площадки поразил ближний угол, записав в свой актив дубль. Вратарь Восток-Электро не успел среагировать и пропустил мяч в собственные ворота. 2-3. После Руслан Эрмяков, прервав передачу соперника, ушел вперед, обграл защитника и выдал пас нам и Беталиева, который не сильным ударом поражает ворота, делая счет 2-4. За секунды до завершения первой половины игры счет стал разгромным. На правом краю площадки Эрмяков он бьет и попадает в голкибера. На добивании оказался Кадыров, которому никто не мешал. 2-5 и первый тайм завершен. Во втором тайме у зрителей не осталось вопросов по победителю, и Сокольцы были больше заряжены на победу. Восток-Электро атаковал, как и прежде, но в то, что Наранчане смогут повторить свой полуфинальный успех, не верилось большинству зрителей. Уже в начале второй половины игры Мурас стал наигрывать свой резервный состав. Так на второй минуте тайма отличился Наранбеков. 2-6. Хотя мгновение спустя Мулубаев и сократил отставание Восток-Электро, откликнувшись на передачу партнера, в итоговую победу Наранчан верилось трудом. 3-6. Разницу в счете восстановил Эрзултан Эрмеков. Он прошел по левому краю, прошел двух защитников, обыграл вратаря хозяев площадки и поразил сетку ворот. 3-7 в пользу Мураса. После этого команды откровенно доигрывали матч. На 30-й минуте игры грубая ошибка игроков Наранского клуба привела к очередному голу. В найв отличился Мамбеталиев, оформивший дубль. 3-8. И без того он безнадежную ситуацию усугубил лидер Восток-Электро Байгасы Улу, сыгравший рукой, за что был удален орденом Букоевым. Главный арбитр встречи подмигнул Улану и показал ему красную карточку. Численное преимущество Мураса воплотил в гол только в конце отведенных двух минут. Свой третий гол в финале кубка забил Мамбеталиев. 3-9. Жирную точку в этой встрече поставил Руслан Эрмеков. Он сам мяч отобрал, обыграл защитника, пошел вперед и спокойно завершил дело. 3-10. В оставшиеся пять минут ни одна из команд больше не забила, показав свою лучшую игру в полуфинале Кубка Кыргызской Республики. В решающей игре нырнчане не сумели оказать достойного сопротивления и сыпульцам. Таким образом, Мурас становится обладателем Кубка страны по пудзалу этого года. После игры Оргкомитет вручил специальные награды. Лучшим вратарем завершившегося Кубка был признан Мактебек Шайлубаев, страж ворот Ожского клуба РМ. Бомбардиром Республиканского Кубка стал Сергак Малубаев. Игрок Нарынского Востока Электро наколотил в ворота соперников 11 мячей. Лучшим игроком финальной встречи Кубка был признан капитан Иссык-Кульского Мураса Дельшат Кадыров. Лучшим арбитром Кубка Республики Оргкомитет признал Нурдина Букуева. Победители этих номинаций получили дипломы и денежные сертификаты от спонсоров турнира. После этого игроки Востока Электро получили свои серебряные медали Кубка страны, с чем мы их и поздравляем. Затем Оргкомитет приступил к награждению победителей турнира. Иссык-Кульцы получили заслуженные золотые медали. Президент Отечественной Федерации Футбола Кыргызской Республики Семитей Султанов вручил Кубок Страны капитану Мураса Кадыровому. В ближайшее время стартует финальная стадия национального чемпионата страны по футболу, куда также пробились эти же четыре команды Мурас, Алга, РМ и Восток Электро. Об этом мы расскажем подробнее в наших следующих выпусках. Ну что ж, идем далее. Во второй части нашей передачи мы будем говорить о национальном чемпионате Кыргызской Республики по вольной борьбе. На прошлой неделе, напомню, мы показывали три схватки первого игрового дня. Сегодня мы вам покажем две лучшие схватки второго игрового дня чемпионата страны по вольной борьбе. И покажем мы вам самые тяжелые весовые категории. Показывают нам, как звучит гимн. Здесь главный тренер сборной Кыргызстана по вольной борьбе Руслан Маджинов. Также наблюдал он за претендентами в состав сборной Кыргызстана. Итак, весовая категория до 97 килограммов. В этом весе выступали 37 спортсменов. И в финале сошлись Орсбек Аширов, он в синем трико Ож-Динамо. Против него Эмиль Аширлеев, город Каракол. Здесь надо отметить удивительный факт. То, что в отличие от своего соперника, представитель города Ож, спортивного клуба «Динамо» Русбек Аширов, является представителем школы национальной борьбы «Алыш». Он очень часто выступает в рамках чемпионата страны по этому виду спорта. Здесь проход Эмиля Аширлеева. Попытка провести прием. Пока держится его соперник. Ну что ж, проход сейчас будет засчитан. Два балла получает Эмиля Аширлеев, представитель Лисокульской области. Ну и надо побыстрее провести прием. Сейчас, вы знаете, по современным правилам, очень мало времени дается спортсменам на то, чтобы развить свой успех. Итак, я сейчас вам коротко расскажу о том, что Русбек Аширов является бронзовым призером чемпионата страны по борьбе «Алыш» и бронзовым призером международного турнира имени Байомана Эркинбаева. Ну что ж, схватка продолжена. Сейчас 2-0 лидирует Эмиль Аширлеев. Как я уже говорил, представителем Лисокульской области является Эмиль. Ну пока он лидирует. Попытка прохода Эмиля не увенчалась успехом. Ну и во время турнира все отмечали, все, я имею в виду, эксперты и тренеры, и вообще любители вольной борьбы отмечали, что такая своеобразная манера борьбы у Русбека Аширова, все-таки, как я уже сказал, является он представителем совсем другой школы. Ну что ж, 1 балл сейчас получает Ашанин Аширов за то, что сумел вытолкнуть своего соперника за пределы ковра. Проход в ноги Аширлеева. Вновь 2 балла получит Эмиль Аширский борец. 4-1 в его пользу. Ну и, как и в предыдущем моменте, развить свой успех он не сумел. Борцы поставлены в стойку. Вновь 1 балл получает Ашанин Аширов. Конечно, замечание должен получить сейчас Ашарлей за то, что все время, не скажем, вываливается, больше убегает от соперника Аширлеев и тем самым покидает пределы ковра. 2 балла получает Аширлеев. Ну и, может быть, стоило как-то изощреннее это все сделать. Ну, наверное, тактика такова у Аширлеева и его тренерского штаба, чтобы брать баллы на проходах. Ну и, как мы видим, даже после того, как проходит Аширлеев, каких-либо активных действий с его стороны мы не наблюдаем. Продолжена схватка. Ну что ж, время вышло. По итогам первого отрезка времени лидирует борец в красном триконе Аширлеев, представитель из Крыльской области. Что на ваших экранах против? Росбек Аширев, он борется. 6-2. Мы видим, что Аширеву подсказывает тренер, что и как надо делать. 6-2. В пользу Аширлеева. 2-й период стартовал. Попытка провести прием в исполнение Аширева. Надо бороться сейчас, подсказывает Эмелю, что надо активнее бороться. Сейчас вновь пытается вытолкнуть своего соперника за пределы ковра Аширев. Балл 1 получает Аширев за тот же самый прием. Вытолкнул соперника. Попытка прохода в ноги неудачная у Аширева. Надо как-то пошустрее здесь, наверное, Аширеву действовать. Кажется, он таким грузным, тяжелым. Может быть, по скорости выступает сопернику. Одно вкусное замечание Аширелиеву. Проход в ноги, бросок. 2 балла. Он это получает. Аширелиев. 8-3 сейчас преимущество на его стороне. Вновь и вновь после прохода. Не может пока Эмиль совершить или, скажем, продолжить свои активные действия и развить успех. Здесь ошибается Аширелиев. Попытался пройти в ноги. Нет, все-таки сумел встать. Балл получает Аширов. Вновь за тот же самый неприем, а тот же самое действие. Выталкивает соперника за пределы ковра. Аширелиев. Ну и надо. Надо быть активнее спортсмену. В синем трико. Он пока проигрывает. теперь уже поднять своего соперника он не сумел пока безуспешно это все завершается ничем надо что-то делать спортсмену синим трико пока он уступает пытается вытолкнуть соперника на этот раз у него не получается скажем так на грани находится шарлиф и снова зарабатывает его соперник один балл медленно но верно так подкрадывается шаров наконец-то 2 балла его исполнение и несмотря на то что на протяжении всего поединка всей схватки лидировал эмиль а шарлиф в итоге чистой победой до чистую победу одержал зб каширов стал победителем чем его конечно поздравляем сейчас смотрим как награждают других спортсменов ну и идем далее самая тяжелая весовая категория в вольной борьбе до 125 килограммов мы сейчас будем наблюдать очень хорошую схватку в принципе очень непростой путь прошли оба спортсмена ну что шайбек усупов он в синим и музафар джелпуев он в красном оба представляют дирекцию по олимпийским видам спорта эта схватка напомним прошла во второй игровой день сейчас усупов получает первый балл за то что вытолкал своего соперника за пределы ковра схватка продолжена ну и будет ли засчитан бросок бросок по моему был совершен на ковре да четыре балла получает усупов за то что бросок был совершен стойки 5-0 впереди усупов пока у музафара джелпуева ничего не получается попытка прохода в ноги это что усупов вполне контролирует ситуацию очень спокойно он действует и проход 2 балла получает усупов 7-0 в активе 9-0 11-0 и в итоге очень быстро айбек усупов одерживает победу над своим соперником и становится чемпионом крыгойской республики весовой категории до 125 килограммов до срочную победу одерживает айбек усупов с чем мы его и поздравляем его соперник музафар джелпуев получает медаль серебряную и видим как их всех награждает ну что ж уважаемые телезрители спасибо что были с нами сегодня мы посмотрели итоги кубка кыргызстана по футзалу и отрывок из чемпионата кыргызской республики по вольной борьбе оставайтесь на канале НТС занимайтесь спортом до новых встреч субтитры создавал DimaTorzok